Три дня назад эти школьники и не думали о кино, а сегодня смотрят свои первые киноработы. Марафон «Бумеранг» – один из форматов форума детской журналистики, который прошел в Барнауле и собрал больше двухсот участников. У всех была одна тема – история героев Великой Отечественной войны. Юлия Михайловна Ас в таком-то году, с 1941 по 1943 на территории оккупированной Эстонии, спасала военнопленных из концлагеря. Как она их вытаскивала? Она посадила одного из военнопленных в мешок, потому что работала кухаркой, и присыпала углем, который взяла тоже с кухни. И так его вытащила. Потом устроила побег из концлагеря к другому солдату. То есть, читая эту историю, конечно, она меня тронула, потому что женщина, вроде хрупкое создание, на такие сильные поступки она способна. Важным условием марафона была работа с реальными фактами. Для этого в Барнаул привезли файлы из российского и белорусского государственных архивов и из музея Победы. Курировали это направление эксперты двух ведущих российских детских медиаорганизаций «Юнпресс» и «Бумеранг». Дети учились, как писать сценарий, монтировать, как символично отражать то, что не снято или нельзя показать. Наши спикеры учат ребят на образах передавать то, что есть по стихотворению, по видеостихотворению, по видеоэссе. У нас разные форматы, которые мы с ребятами пробуем, обсуждаем и снимаем. Так вот, например, смерть ребенка можно показать как потухшая свеча или как, не знаю, закат солнышка. Я считаю, что это все уже не актуально. И это забыто. Нужно жить сегодняшним днем. Наши прадеды воевали за то, чтобы мы сейчас здесь стояли и ты пила свою кофе. Кроме секции документального кино, дети изучали продвижение. Большинство из них – участники медиа-центров в своих школах и уже общаются со своим читателем. В техническом плане они не отстают от опытных коллег, признают эксперты, а в смысловом действуют более чутко. Вот эту правду, которую они могут нести, иногда не совсем удобную для руководства и так далее, они это как-то облекают более этично и подают, но тем не менее, все равно в этом, наверное, ценность таких местных изданий, именно вот этот самый детский взгляд на те проблемы, которые взрослые уже не видят. Большой форум прошел в рамках выставки «Свежая строка», которую проводят для детей-журналистов с 2007 года. В эти дни в Барнауле обсуждают проблемы и развитие школьных СМИ. И с каждым годом уровень дискуссий растет. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толком.